Это позор. Вот то, что они сейчас сделали за полную стоимость продавать незаконченную игру, игру, в которой есть зачатки идей, но минимум их реализации, это на самом деле страшно. Вот то, что они сотворили сейчас. Но дальше будет интереснее. Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры. Ну, рассказываем мы, естественно, про новинки игровой индустрии, про новости, про всякие события, естественно, про скандалы. А тут как раз у нас все в одном. И обзор игры, и скандал, и своеобразная новость, поскольку она сейчас плодит достаточно много информационных поводов, которые можно обсудить. Начнем мы, конечно же, с эксклюзива для Xbox One и для Windows 10. Как это уже обычно бывает, начнем мы рассказ о игре Sea of Thieves, которая оказалась... Ну, я не назову ее надгробным камнем над компанией Rare. Но, судя по всему, если эта игра не взлетит, если все маркетинговые ухищрения Microsoft окажутся напрасными, то мы получим еще одну расформированную студию. И, честно говоря, туда и мы дорога. Столько неприязни, столько непонимания у меня давно не было. Когда я смотрю на игру, которая продается за полную стоимость, за 60 долларов в Америке для Xbox и для PC, у меня просто крыша немножко едет, потому что я не понимаю, как ее можно было выпускать в продажу. Главный вопрос у меня к этой игре возникает именно вот с самого-самого начала, как только она уже установлена и запущена. Она не создает ощущения хоть сколько-нибудь продуманного и законченного продукта. Ты сразу оказываешься в игре и тебя не направляют никак. Тебе не говорят, кто ты, что ты, куда тебе идти, что тебе делать. Ты просто оказываешься на острове, в компании ребят, если ты решил пойти в компании ребят или в одиночке, естественно, да. Если ты решил играть в одиночке и все, то есть стоят какие-то домики, где что не совсем понятно, да. То есть ты ходишь, спрашиваешь, так, ага, здесь у нас продается оружие, но продается только косметическое оружие. Здесь нельзя каким-то образом улучшить своего героя, системы развития вообще нет. Здесь у нас продаются треуголки и камзолы. Здесь у нас продаются украшательства для корабля. Здесь у нас можно брать квесты. Три типа квестов на всю матью игру. Плыви на остров, убей скелетов. Поплыви на остров, найди сокровища. Поплыви на остров, привези туда каких-то животных. Поймай и привези. А охота как-то интересно реализована? Ничего интересного в этой игре нет, в этой игре нет. Каждый из этих элементов убог, ужасен и одномерен. То есть ты приезжаешь на остров, там пасутся скелеты. Боевая система складывается из трех последовательных ударов или одного мощного удара мечом. Огнестрельное оружие. Всего три вида. Это пистоль, дробовик, типа снайперка. Пять патронов ты можешь взять для каждого. Причем ты можешь взять с собой только один вид огнестрельного оружия. Соответственно и пять патронов у каждого. То есть рассчитывать на то, что это огнестрельное оружие тебя каким-то образом выручит, не приходится. Ну, его хватает в принципе разобраться с паком скелетов. Но тем не менее, кошмар. Боевая система, естественно, тоже. Из стрельбы, из оружия, мягко говоря, уныло. Потому что это один выстрел, это перезаряжение. Эффекта и какого-то реакции от врагов ты видишь только, когда они умирают. Рассыпаясь кучками костей. А там есть какие-то несколько видов врагов или только скелеты? Все! Все! Только скелеты. Больше ничего нет. Скелеты с мечами, скелеты с пистолетами и жирный скелет капитан. Голову которого тебе потом нужно по квесту отвезти на остров. А там же есть еще форты, которые захвачены скелетами. Типа скелетон форс, вот эти так называемые. Ну? То есть там тоже ты просто дерешься. Ты просто дерешься. Вот этой самой привлекательной, в кавычках, боевой системой. Я вот просто не знаю. Я зашел в эту игру после Верментай 2. Верментай 2, где вот есть сила удара, где ты просто кайф испытываешь, разнося врагов в щепки. Где каждое оружие имеет какие-то свои характеристики. Где у тебя на каждом оружии блок есть. Можно отпихнуть противника, шсадануть, выхватить пистоль, выстрелить, отпрыгнуть. Есть кувырки. Ну, не кувырки, а это отскоки. Там вправо, влево, назад. То есть есть, ну, в рамках достаточно простой боевой механики. Есть интересные моменты. Опять же, ты находишь всякие гранаты. Ты находишь эликсиры, которые усиливают тебя. При этом герой не меняется в процессе игры. Там есть система развития, но меняются в основном пассивные характеристики. То есть, все остальное остается на том же самом уровне. И тут я попадаю из этого сюда. И это просто кошмар. Я не знаю, как так можно было сделать. Потому что настолько пустой, неинтересной и скучной боевки. Но это нужно было себе просто реализовать. Каким-то образом представить фейбл, которая является синонимом детской какой-то казуальной ролевой игры. Я не беру даже первую часть. Я беру вторую, третью, которые именно позиционировались как такие вот придурочные ролевые игры для детей и их родителей. В ней боевая система интереснее была реализованнее. Final Fantasy 15 может быть? Final Fantasy 15. Боевая система. Вот. Здесь это, конечно, да, вызывает большие у меня вопросы. Поиск сокровища это еще один. Это ты просто плывешь к острову. Просто находишь, ну, форма острова, да, тебе более-менее понятно. Так, здесь у нас это дерево, здесь у нас это дерево. Так, копаем здесь, выкапываем, тащим на корабль, везем. И при этом стоит отметить, что все эти квесты, они одинаковые. Все квесты в игре. То есть это вот все типы. Это съесть, что-нибудь сделай, пятиминутные, тащись обратно. И все эти квесты, к сожалению, они предваряются и заканчиваются унылыми поездками. То есть вы с командой корабля загружаетесь, плывете на точку, долго плывете, долго плывете. Выгружаетесь, где выполняете миссию, плывете обратно. Все. Грубо говоря, это весь игровой процесс. То есть больше в игре ничего нет. Есть, правда, еще всякие такие случайные события. То есть можно, опять же, да, найти вот этот крепость скелетов. Можно встретить Кракена. Можно встретить команду других игроков. Попытаться их корабль потопить. Смысла в этом никакого нет. Ну, сокровища украсть. Разве что украсть их сокровища и получить аж 200 золотых. Сверху. Сверху, учитывая, что более-менее нормальные скелены на пистолетике стоят 12 тысяч. То есть овчинка выделки не стоит. То есть это не тот приз, прямо за который стоит бороться. Здесь нет такого, знаешь, сокровищницы капитана Моргана, призового трюма корабля, где там складывается золото, чтобы можно было это как-то оформить. То есть, понимаешь, вот самое печальное, что здесь, в этом пиратском экшене, нет возможности формировать команду. Именно команду, именно как клан, да. Нет клан Схрона, да, который можно было бы атаковать, оборонять. Нет какого-нибудь Голиафа, клана, который можно было бы, опять же, там, ты видишь такой богатый корабль, ты думаешь, о, наверняка в нем что-то есть, да. То есть приз за его потопление растет. Я когда смотрел на и читал новости по Sea of Thieves, у меня в определенном смысле вызывали вопросы, идея отказа от системы развития в этой игре, в смысле улучшения каких-то характеристик, открытия новых навыков. То есть я не очень понимал, зачем в игре в открытом мире, которая позиционируется как такое полу-ММО, ну не совсем. Именно, нет, это именно МО. Ну хорошо, я сказал позиционируется, то есть, ну такая МО. То есть по структуре это ММО, то есть здесь ты можешь один, можешь к оперативе, берешь, опять же, одноклеточные квесты, выполняешь, получаешь награду. Ну, ну опять же, это не полноценное ММО с огромным миром, то есть там, ну она по масштабам поменьше. И я не понимал, зачем такой игре механика сессионных проектов типа условных Quake 3, ну в смысле, там Counter-Strike какого-нибудь или Dota, то есть где нет глобального развития. То есть в Dota там или в том же PUBG... В Dota есть прокачка, в Counter-Strike есть прокачка, в рамках матча. Так здесь в рамках матча нет ничего. А, ну да, здесь получается тогда... В PUBG в рамках матча есть прокачка, в Fortnite в рамках матча есть прокачка. Это мини-ролевая игра, где ты высаживаешься и можешь отыгрывать какую-нибудь роль. Можешь просто сесть в кусты. Можешь сесть в кусты со снайперской винтовкой, если тебе повезет ее найти. Можешь обвеситься броней, если повезет, взять ружье и полететь вперед. Ну там есть разный вариант. Здесь вот этого я не видел. Опять же, здесь вот правильно я изначально сказал, здесь больше механика Quake 3 Arena, какого-нибудь шутера, ну такого вот старомодного, где вообще нет какого-то развития в рамках матча. Но при этом еще и не надо, нету идей с контролем карты. То есть где-то не надо там бежать за квад-демеджем или за... Вот ты правильно отметил. Даже в Quake есть своеобразная прокачка в рамках матча. В рамках жизни, грубо говоря. Потому что ты должен собирать оружие, которое делает тебя сильнее. Собирать аптечки, броню и прочее. То есть в любой игре подобного плана есть. То есть ты должна быть вот эта система контроля, да? Вот ты сказал, контроль карты. То есть должна быть система какая-то прокачки. Особенно в такой игре, где ПВП особого значения не имеет. Ну то есть чтобы вот я когда смотрел на ролики информацию, мне не очень было понятно. А вот я просто вижу другой корабль. И по сути все весь, все напряжение держится на том, что теоретически там могут быть мастеровитые игроки. Какие? Здесь нет мастеровитых игроков. Ну которые хорошо механику понимают. Какая механика? Здесь вот я же говорю, три быстрых ударов и один этот самый. Короче, который как-то там умеет быстро этими ударами пользоваться. Понимаешь? Здесь нет вот такой идеи, что ты видишь какой-нибудь галеон красный там с красной полоской и понимаешь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И начинаешь... А теперь самый главный недостаток игры, который наверняка отвратит от нее многих игроков, которые возможно думают о том, что о, ну я-то пойду. Во-первых, эта игра ни в коем случае не для игроков-одиночек. Играть одному в нее невозможно. Невозможно тоскливо, я бы сказал. Потому что формально вы можете стать капитаном маленького суденышка, с которым можете управляться в одиночку. Ну вот, тем не менее, само путешествие на таком кораблике, это будет очень долгая, очень неприятная боль. Практически психологическая травма. Это нужно самостоятельно каждый раз поднимать, опускать якорь. Это нужно рулить. При этом вы не имеете доступа к карте. Соответственно, чтобы понять, куда вы плывете, вам нужно бегать в трюм, смотреть на карту. Так, выверять свои... Ага, плывем туда. Возвращаться к рулевому колесу. Подкручивать. Бежать обратно. Туда ли я плыву? Да, вроде туда плыву. А можно, что ты предлагаю, лайфхак? Сделаешь скриншот карты. В одном окне открываешь графический редактор. На карте динамично отображается направление движения твоего корабля. Понимаешь? А-а-а. То есть, без этого ты как-то не можешь. Такой лайфхак не прожатит. Технически эта игра ориентирована на группы игроков. Соответственно, один в гнезде, орлином гнезде стоит и предупреждает о том, скалы впереди или не скалы. Вперед смотрящий. Да, вперед смотрящий. Очень легко наткнуться на что-нибудь другое. Рулит, естественно, судя по тем указаниям, которые дает ему третье игрок, который стоит возле карты. И говорит, куда нужно плыть. Типа юго-запад. Все, выглядит так, чуть левее, чуть правее. Ну вот. То есть, в этом случае вроде все работает. А еще один товарищ стоит возле якоря, а на всякий случай вдруг нужно будет сделать экстренную остановку, потому что рядышком вдруг какой-нибудь остров. Или мы внезапно найдем нужный нам остров. Такие дела. Но это работает только если команда готова работать. Слаженная. Слаженная, да. Потому что, когда я играю, у меня, к сожалению, пока не нашлось друзей, готовых со мной разделить эту участь. Потому что я одному позвонил, он сказал, ты что, дурак? Я в игру с таким визуальным стилем играть никогда не буду. В игре, несмотря на все красивые волны, очень невыразительные, очень плоские, очень, я бы сказал, бесталантливые. Вот это вот визуальное представление пиратской жизни. Невыразительные. Тебе неприятно смотреть на меч, который находится у тебя в руках. Тебе неприятно смотреть на пистолю, которая у тебя в руках. Понимаешь, более стандартных фэнтези скелетов, чем в Sea of Thieves, я не видел, наверное... Тебе неприятно смотреть на этих капитанов, пиратов, которые пытаются делать вид, что они такие прожженные, но при этом они не издают ни звука. Вы себе представьте, в этой игре нет озвучки. Казалось бы, давным-давно в мультиплеерных играх уже люди привыкли, что компьютерные персонажи, за которых играют игроки в рамках мультиплеерного матча, они издают голоса, они общаются, они предупреждают. Там, бросаю гранату. Это еще со временем Counter-Strike было. Бросаю гранату. Враг впереди. Можно в контекстное меню выбирать и говорить какие-то фразы. Говорить фразы. Здесь тоже есть контекстное меню, в котором можно выбирать фразы. Но эти фразы отображаются в списке, в общем, в чате. Они не отображаются голосом игроков. Казалось бы, то есть можно было бы наполнить. В итоге путешествие, оно пустое. То есть ты слышишь плеск волн, ты слышишь, как работают с Настей, звуки выстрелов. Вдруг кто-то начал играть на гармошке. Голосов пиратов нету. В игре, в которой, казалось бы, должно быть подобного по полной программе. Они это поленились сделать. Я просто в шоке. Как так можно было не подумать про такие элементарные вещи? Это очень важный элемент атмосферы. Возвращаемся. Оказался я в команде пиратов. Случайной команде. Случайной команде, да. Мне друг послал, сказал, извини, с таким визуальным стилем я даже прикасаться не хочу. Хорошо. А мне это надо. Я загружаюсь. Матчмейкинг работает достаточно быстро. Нашел мне команду. Товарищи, загружаемся. Ребята стоят. Просто на корабле. Один что-то читает. Третий ничего не делает. Четвертый опускает, поднимает якорь. Ну, в буквальном смысле. Вот у него развлечение. Он опустил якорь, поднял якорь. Опустил якорь, поднял якорь. Что к чему? Ну, ладно. Я иду, устанавливаю квест, который у меня был. Нужно там доставить. Две курицы на какой-то там остров. Окей. Понимаете, начали сначала? Или уже доставить? Ну, уже были курицы. По крайней мере, там были. Уже, видимо, кто-то этот квест взял. Ну, соответственно, там уже были курицы. Их нужно было просто доставить. Ну, вот. Окей. Я пойду, поднимаю якорь. Сверяюсь с картой. Бегу в трюм. То есть, поднимаю якорь. Бегу в трюм. Смотрю, куда нам плыть. Примерно приставляю. Вот, бегу к рулевому колесу. Начинаю пытаться плыть. А корабль не плывется, потому что дебил, который стоит возле якоря, его опять опустил. Я спускаюсь вниз. Вот. Говорю ему, пожалуйста, не делай этого. Я играл на PC. Вот. Снова поднимаю якорь. Снова бегу к рулевому колесу. Пытаюсь плыть. А корабль плывет очень медленно. Такой. Ну, елки-палк. Конечно же. Паруса нужно спустить. Окей. Спускаю паруса. И ничего не вижу. Потому что паруса заслоняют мне весь обзор. Я вижу только право и лево. Да? Ну, все логично. Соответственно, мне нужен вперед смотрящий. Никто не чешется. Все занимаются какими-то своими странными делами. Я бросаю рулевое колесо. Бегу вперед. Смотреть. Не натолкнемся ли мы на какую-нибудь скалу. Возвращаюсь обратно. Руль уже захватил какой-то товарищ. Который крутит его в какую-то свою сторону. Куда-то плывет. Не пойми куда. Я постоял-постоял. Товарищу надоело. Освободил. Я схватился за руль. Потом понял, что забыл, куда нужно плыть. Бегу в трюм. Смотреть, куда нам нужно плыть. Смотрю. О! Вот этот остров. Возвращаюсь обратно. Так. Колесо свободно. Ура! Слава Богу! Класс! Вот. Кое-как. С грехом пополам. Кое-как я уже плюнул на все эти отбыли. Потому что опять захватит рулевое колесо. Там опять бросит якорь. Еще что-нибудь. Вот. Подлежаем к этому острову. Долгая поездка. Надо признать. Долгая. Очень. Подбегаю к якорю. Бросаю. Хватаю клетку с курами. С курицей. Нужно две курицы доставить, чтобы выполнить квест. Хватаю клетку с курицей. И бегу сдавать. В это время дебилы на корабле. Поднимают якорь и уплывают. И ты оставишься на берегу с курицей. То есть квест не сдан. Нужно сдать две курицы. Товарищи даже не поленили зайти в капитанскую рубку, чтобы посмотреть, какой квест мы выполняем. Потому что он активный. Ну и было это неинтересно. А что интересно тогда? Ну вот поднимать, опускать якорь. Вот интересно. Крутить рулевое коле. Понимаешь, то, что ты сейчас описываешь, мне напоминает ситуацию, как с условными этими смешными роликами про подвал Стима Дайректа или там фильмом The Room. То есть когда авторы вроде бы хотели сделать одно. Получилось результат. В принципе, точнее, описание результата у многих. И вот то, что ты рассказываешь, это смешно. Это забавный такой момент. Ха-ха. Вот мне смешно. Ха-ха. А вот в том-то и дело. Мне было очень прикольно. То есть это я полчаса игрового процесса. Это полчаса. Полчаса игрового процесса в унитаз. Все, ищи новую команду. Я остался с курицей на берегу. Это смешно. Я просто вышел, да, начал искать новую команду, которая более-менее что-то знает. Потому что... Это смешно. Но опять же, это смешно. Вот в описании, в каком-то ролике авторы явно так не рассчитывали. То есть у авторов нецеленаправленно получился вот такой вот смешной проект, на котором можно посмеяться. Но вот играть в него, да, вот играть в него ты советовать не будешь. Потому что я представляю, когда такое переживаешь, это не то. Это как смешно про... Есть игры, в которых тоже очень многое зависит от команды, да? Но при этом ты являешься участником сколько-нибудь интересного игрового процесса. В том же Overwatch, если у тебя команда дебилов, но при этом ты что-то делаешь. Там стрельба, взрывы, кого-то убить, и бум, вот это вот происходит. В том же самом верментайде. Если команда дебилов, вы до конца не дойдете. Тем не менее, ты вышел, там что-то порубил, пострелял, опыт получил, немножко прокачался, вроде нормально, выбираешь следующую команду. На этот раз у нас не удалось. Но здесь, когда вот просто полчаса игрового процесса, а это, ну, я психанул и вышел, да, это можно было дальше продолжать, можно было преследовать своих друзей. Полчаса игрового процесса уходит, и при этом ты ничего не получаешь. Вот самое страшное в этой игре, это система вознаграждения. Потому что те деньги, те крохи денег, которые вам дают за выполнение заданий, они, их надо на самом деле очень много, для того, чтобы купить себе более-менее вменяемое, ну, хоть сколько-нибудь отличающиеся от базового оружия. При этом моделей на самом-то деле немного. Повышая репутацию с фракциями, повышая репутацию, то есть выполняя вот эти дебильные квесты, вы будете всего лишь открывать новые модельки, то есть изначально доступно сколько там? Четыре сабли? Будет там шесть или восемь сабель вам доступно на выбор. Но все они будут стоить примерно одинаковых денег. И ты будешь думать, так, куда же потратить? Как же мне выделиться? Как же так всем вокруг показать, что я крутой пират? Наверное, внешний вид. Окей, внешний вид у пирата это обязательно какая-нибудь нога костяная, какой-нибудь крюк, какой-нибудь дурацкий комзол, какая-нибудь повязка на голову. Понимаете? В этой игре персонажи и без того выглядят не очень. А здесь предлагают их еще поуродливее сделать. Все развлечения, которые вам доступны в рамках корабля, разработчики нам показали. Это все развлечения, которые есть в игре. То есть есть эмоции, можно показать, что ты танцуешь. Есть возможность напиться Грогом и поймать глюки. Можно поиграть на гармошке или на валунке. Все. А вот эта вот призрачная реальность, то, что это ты... Призрачная реальность это когда тебя убивают. Ты некоторое время должен тупить на призрачном корабле, ждать, когда откроется дверь. А, это типа респаун. Ну, возрождение. Ну, и коль. Очень увлекательно, то, что это описывается. Это... И вот почему я говорю, что компания Рея это смерть. Во-первых... Да нет, вряд ли. Во-первых, я должен сказать, что данная игра это в первую очередь провал самой Microsoft. Чтобы я хоть раз в жизни еще что-нибудь играл от них. Я не верю в том, что игровое подразделение Microsoft способно сейчас сделать сколько-нибудь большую, законченную, интересную игру. Сейчас поясню, что я имею в виду. А как же крагдаун-то? Сейчас поясню, что я имею в виду. Дело в том, что Sea of Thieves это игра с дутой популярностью. Это очевидно, в общем-то, и стоит зайти на сайт Metacritic. Я провел маленькое расследование, да, ну, и начал тыкать подряд во все вот эти сообщения 10 из 10, возвращение Ре, великолепная игра, лучший кооп-экспириенс и прочее. Сообщения буквально одной строкой, которые там выдаются и которые неплохо так способствуют поднятию рейтинга игры. В день выхода их было достаточно много. Практически все они принадлежат ботам, то есть пользователю которого один обзор на данную игру 10 из 10. Или же это бот, скажем, Майкрософта направленным. У него все игры Майкрософт 10 из 10, которую там у него обозревают. Просто любит продукцию Майкрософт. Что ты сразу ищешь подоплеку? И ненавидит продукцию Sony. Все нормально. Там я видел рейтинг у одного парня был очень показательный. У него там игры от Майкрософт 10 из 10, но у Минскай ноль. Сразу так. Бум. Ну, видно, что товарищ не часто его активирует этого бота, чтобы не так бросалось в глаза. Кстати, ситуация с Сио Фси с чем-то норачайной понимает. Данная ситуация покупки ботов, накручивания рейтинга, она в принципе не новая. Этим как бы занимаются очень маленькие студии. Это очень опять же заметно в сервисе Steam, когда маленькие студии себе пытаются накручивать рейтинги, рассылают ключи знакомым, ну, напиши хоть что-нибудь положительное, приятное. Может быть, это... Но когда крупная корпорация начинает вот откровенно, но это не человек написал, там были некоторые сообщения на русском языке, написанные безграмотно, понятно, что это тупорылые переводы через Google переводчик. Не надо недооценивать непредсказуемую ступизну, может, это человек если не написал. А давайте мы распространим максимальное количество языков. И да, число английских сообщений достаточно скромное, очень много там, я так понимаю, на испанском, на французском, на немецком тоже, возможно, это тоже переведено каким-нибудь дешевым переводчиком для того, чтобы привлечь внимание носителей данного языка. Я смотрю на это и просто удивляюсь. Дальше то, как игра раскручивается в Твиттере. Опять же, покупка стримеров это достаточно распространенная практика. Ей не брезгует и компания P-Games. Fortnite находится сейчас в топе популярности. Они обогнали папку и, в общем-то, особо с ним уже не соревнуются вообще. Ну вот, папку уже давно потерял первое место в списке лидеров. Потому что Fortnite, Epic Games, они мастерски подошли к этому вопросу. Они начали активно заинтересовывать стримеров. Они начали распространять свою информацию по непрофильным каналам. То есть, например, можно увидеть... Есть честные, кстати, ютуберы, мне это очень нравится, когда они пишут, что данное видео появилось благодаря компании P-Games. Их сейчас это обязывают делать. Да, их сейчас это обязывают делать. И человек, который стримит все время и рассказывает про Diablo 3, допустим, хопа, внезапно хвалебный обзор в сторону Fortnite. Я не говорю, что Fortnite плохая игра, я говорю, что внезапно... Ну, такая практика норма. Такие вещи. Да, такие практика норма. То есть, Microsoft рассчитывает на так называемые флеш-продажи, флеш-популярность. Мы сейчас нагоним товарищей и внезапно разорваем все шаблоны и займем первые места. Так вот, это в данном случае работать будет, ну, только в том случае, если им удастся надолго привлечь стримеров, которые на самом деле интересны публике. Потому что данная игра, как я уже не раз говорил, она обладает такой дебильной привлекательностью. Если в это играет человек с хорошей компанией, то вам будет смотреть на это весело. Не потому что игра веселая, а потому что четыре придурка, шоу придурков, да, вот как это обычно бывает, эта игра предлагает им плыть куда угодно и творить все, что они хотят. А в основном они хотят это, о, смотрите, облако в стиле черепа, давайте туда поплывем. Кто-то начинает стихи рассказывать, кто-то начинает похабно шутить. Внезапно встретили какой-то другой корабль, завязал с собой, крики, гомон, ха-ха, хи-хи, нас потопили, ах, блин, ну начинаем все сначала. Такое тупое веселье без отсутствия напряжения, поскольку смотреть на такое достаточно интересно, но является ли это показателем популярности? Twitch, дело в том, что не всегда, далеко не всегда, мягко говоря, коррелирует вот с реальной популярностью игры. Ну, в качестве примера стоит привести, опять же, да, то есть есть Dota 2, которая находится систематически в десятке самых популярных игр, и есть World of Tanks. Аудитория онлайновая у них примерно одинаковая. Судя по статистике Superdata, World of Tanks приносит своим создателям очень хорошую прибыль, то есть игра находится в десятке одной из самых прибыльных на PC. Тем не менее, на Twitch World of Tanks практически, ну, очень мало людей смотрит. Да. Очень мало людей, Dota, вон сколько. Ну, FIFA мало смотрит, Call of Duty мало смотрит. те игры, которые им, в которые, скажем так, создают какие-то истории. Вот, что я хочу сказать. То есть, когда ты смотришь, как люди играют в Fortnite, когда ты смотришь, как люди играют в PUBG, каждая игра это отдельная история. Вот, здесь примерно то же самое. Игра, история. Вот, насколько ее хватит, у меня большой вопрос в данном случае, но, тем не менее, пока ее хватает для того, чтобы, по крайней мере, первые два дня ее хватило для того, чтобы сидеть в тубе популярности Twitch, посмотрим, что будет дальше. А теперь по поводу цены, дорогие друзья, почему я возмущен, почему мне так не нравится, то есть, если бы эта игра вышла, она была условно бесплатной, если бы ее продавали там за какие-нибудь 10 долларов, ну, такие условные деньги для вхождения в комплекте с каким-нибудь комплектом основателя, да, то есть, я бы вообще отнесся к этому достаточно спокойно, но игру продают за полную матью стоимость. Пользователям PC продают ее 100%, поскольку у них просто выбора никакого нет. Или покупай, или проходи мимо. Проходите мимо. Пользователям консолей эту игру отдают сейчас бесплатно практически в рамках сервиса Xbox Game Pass. 10 долларов он стоит в месяц, есть 14-дневный триальный период, поэтому вот эти вот мертвые души, миллион, которые у них они сейчас нагнали в онлайне, очень хороший вопрос, сколько людей их купила. Но сколько людей купила не просто игру, сколько людей купила хотя бы на месяц Xbox Game Pass. Вот в чем вопрос, потому что, возможно, это просто люди, активировавшие треальный период в Xbox Game Pass. Финализируя мнение о CofSivs, я скажу следующее. Это один из самых худших игровых опытов геймплей экспириенс, как говорят англичане, но тем не менее, то есть это одно из самых худших впечатлений, которые я получал от игр за последнее время. Во многом из-за того, что данный мультиплеерный проект, он очень если мы говорим про пиратов, именно да, мелкий, мелкий, то есть ты, что называется, заходишь на воды по щиколотку и ты внезапно понимаешь, что так тебе шагать очень и очень долго, пока ты доходишь до следующего берега моря, да, то есть ты такой, ё-моё, я приехал сюда покупаться, а нате вам никакого удовольствия нету. Что такое? Что только на пузе плавать, доцарапать его там какие-нибудь ракушки, вот так вот и получается, что в данной игре, если есть хорошая компания, то можно от неё получать удовольствие, поскольку какой-никакой пиратский дух, какая-никакая симуляция управления кораблём и попытка так искусственно натянуть вот это вот кооперативное взаимодействие здесь есть именно искусственно, то есть, когда рулевой не видит, куда плыть, когда человек, который управляет картой, не может смотреть на то, куда плывёт корабль, в смысле там это, вот, когда обязательно нужно отдельный человек, который смотрит вперёд и предупреждает о скалах, но он не может ни рулить, ни смотреть на карту, чтобы говорить правильно мы плывём или неправильно мы плывём, и когда ещё нужен человек, который стоит у якоря, на всякий случай, вдруг там нужно что-нибудь притормозить да вот то есть все вот это вот она накручивается дальше в этой игре чего нет на мой взгляд ты почти почему я возмущен то есть в этой игре нет таких вот основном базовых таких вот вещей как я уже сказал пиратских разговоров которые они могли бы вести друг с другом нет какой-то разнообразие именно миссии хотя казалось бы за те годы разработки можно было придумать просто невероятное количество игровых ситуаций опять же нет возможности объединяться в клана нет возможности если уж делаете pvp то это pvp должно быть чем-то обусловлено за что-то люди должны сражаться друг с другом фортнайте в папке достаться должен только один убив противника ты получаешь весь его лут лут весь все его оружие все его патроны все его аптечки до которые есть здесь что ты получаешь убив противника ты потратишь на потопление вражеского корабля там 20-30 минут и в лучшем случае ты найдешь у него в трюме сундук который они выкопали на соседнем острове и вернувшись на домой ты получишь какие-нибудь там 200 золотых вернувшись на базу я имею ввиду если при этом в процессе путешествие на базу ты не расшибешь чертовой матери корабль налетев на какую-нибудь рифпы а доски для ремонта корабля уже внутри закончились все нету их ну пацаны идем на дно до свидания ну вот и через мгновение у вас снова корабль и вы снова начинаете приключения и в этот цикл он снова и снова и снова повторяется настолько однообразного повторяющегося неинтересного игрового процесса ты вот буквально в это море вгрызаешься для того чтобы думать тут ты не можешь поверить что это все ты пытаешься и это все ракен я посмотрел кстати бой с кракеном 12 12 минут нереального веселья когда там стример какой-то стример пытался изображать веселье его команда когда стрельба по этим клешням и попытка их зарезать это полный здесь нет даже вот они могли воспользоваться вот просто вот вскочить на спину диснея и сделать игру вот именно в стиле пиратов карибского моря вычурные наряды такое внимание к оружию огромное количество всех вот этих вот финтифлюши которые были что в те то время было только четыре вида оружия и все до них только сабель там кортиков кинжалов и прочего можно было нарисовать столько что закачаешься и каждому какую-то свою манеру боя так усиленно раз и пытаются разделить пользователей по ролям при этом не предлагают какую-нибудь интересную систему классов которые бы в фэнтезийном пиратском приключении смотрелось бы как в летая то есть чтобы были какие-то интересные классы потому что массов нету вот я смотрю на эту игру понимаешь что у создателей нет воображение вообще виталик вот нет вам потому что вот те вопросы которые вот например простой вопрос почему когда нам дают квест поплыть на остров выкопать сундук сокровищами мы сундук бляха сокровищами везем сдавать они открываем получая взамен какие-то гроши сундук с сокровищами почему мы его не открываем почему уж простите но в этой игре система лутбоксов смотрелось бы как родная ты выкопал сундук открыл и косметические вещи выпадают оттуда добавляем сюда новый элемент капитан корабля четыре члена экипажа капитан корабля распределяет эти вещи между командой в зависимости от их ну каких-нибудь это возникает напряжение внутри капитан внутри команды да то есть все это можно было бы сделать каким-то и совершенно удивительным образом потому что вот делать настолько простую механику вот ты смотришь на нее и правильно журналисты форбс говорят это 10 процентов от игры здесь 10 процентов за полную стоимость нам предлагают какой-то такой вот просто толком не обкатанный концепт и при этом хронически не хватает контента просто знаешь мне кажется что рэна парус microsoft тут попытались поймать удачу за хвост по методу брендана гри на ведь на момент релиза пабга и на момент ее разработки у брендана гри на было ровно одно у него была идея идея королевской битвы которую он реализовал в одной игре то есть посвятил одну игру королевской битвы у пабг были колоссальные проблемы с сетевым кодом с производительностью вопросы по механи но там была идея идея которая выстрелила которая превратила вот этот вот проект очень дешевый и невыразительный неказистный местами в новый феномен мне кажется что microsoft все все пыталась вот повторить что-то похожее только проблема в том что в случае с пабгом было видно почему ну что концепт почему концепт выстрелил плюса по идее королевской битвы очень долгое время варилась в рамках в сегменте мода строительства которая набрала очень такую хорошую базу плюс сама идея выживания которая была популярна канала над которой надстраивалась идея королевской битвы вот это вот все в итоге выстрел а у всего в севс судя потому что я вижу читаю слышу это ну это не 10 процентов от игры это заготовка это вот просто то как обычно даже ты знаешь если бы это была условно бесплатная игра все равно бы к ней были вопрос все равно бы многие сказали да ёлки палки сейчас условно бесплатных играх могут делать красивую графику посмотрите на world of tanks например новый 1.0 или там на пасов экзайл да ёлки палки сейчас в условно бесплатных игр дохрена контента до фортнайт который пока платный но вообще условно бесплатный то есть он будет в итоге бесплатно всем доступно выглядит значительно приятнее чем все все за пределами вот этих вот пресловутых вон стиль есть но орнайте есть собственное уникальное то есть персонажи из фортнайт ты не перепутаешь персонажами из других игр вот это пиратская хрень которая бегает на ножках да и изображает из себя какого-то отважного воина но это может быть из любого детского проекта из стима понимаешь вот любой проект где есть какая-то такая мультяшная графика а-ля фэнтези то есть это может быть откуда угодно потому что ну ты не чувствуешь здесь вообще какого-то а здесь же еще нет возможности создавать своего пирата тогда только ты перезагружаешь перезагружаешь тебе предлагают несколько вариантов и ты перезагружаешь тебе генерится новые пираты выбираешь смотришь нет не подходит следующий 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 в это же но ребята ну что это такое ну как вообще кто можно было к этому приходить ну как вот это вот такой но это не прошлый век это я не знаю как даже назвать это полный позор но как мы уже говорили что идея продавать эту игру за 60 долларов это явно сделано для того чтобы продвигать чтобы закрыть игру для пользователей pc и продвигать иксбокс но я не думаю microsoft головой не думает вообще что она делает вот сегодня вот головой это что систем селлер окей в этой игре есть ровно одна сторона графика при том что в игре очень невыразительный визуальный стиль графика в игре очень простая я не скажу плохая она справляется со своими самая мощность соли с когда-либо создать вот но тем не менее графика в игре очень простая но в этой игре есть потрясающие волны это стоит учитывать это этим все любуются это невероятно красиво microsoft говорит что это все на каких-то там облачных серверах у них обрабатывается для того чтобы очень красиво выглядело этим можно понаслаждаться в роликах на ютубе понимаешь без необходимости тратить деньги даже на пробную версию на xbox one блин понимаешь вот я играется с этой механика и почти плакал я вспоминал legend of zelda wind waker блин ну как так можно wind waker старенькая дряхленькая игрушечка сингловая но тем не менее каждый остров которому ты подкрываешь это новое приключение новое открытие на твоем кораблике кораблик потихоньку апгрейдится главный герой потихоньку апгрейдится получает новые способности получают новые навыки открывают новые возможности для приключений вопросов в самом кораблике есть возможность рыбной ловли и поиска сокровищ нету ничего не поиска подвозных рыбалки нету в игре как это в игре про море и вот этой вот все нет рыбалки к сожалению но они там да там одна очень плохая анимация у меня сын сразу сказал вот я начал играть я смотрел до этого много роликов поэтому я не обратил на это внимание а он сразу сказал а что с камерой игру что 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 с камерой она плывет нет ощущения того что персонаж идет камера просто плывет вот ровненько вот так вот над поверхностью земли это плохо то есть вот ты начинаешь присматриваться к мелочам это не сделали это забыли это не учили это почему-то решили воспользоваться таким вот стародавним да вот таким приветом из 90-х вариантом почему-то не захотели реализовать один второй третий четвертый пятый интересный элемент который для подобной игры смотрелись бы очень органично особенно на фоне тех мультиплеерных проектов которые есть сейчас да допустим вы хотели сделать там королевскую битву про пиратов но это блин даже не королевская битва поскольку не пытаясь вот эти против течения предлагая тип идеи в надежде что эта идея вот как-то выстрелит почему я все-таки считаю что это не конец для ре и почему проект довели до ума а например студию linehead вроде похожий тоже такой условно бесплатный типа кооперативно тире это самое ассиметрично мультиплеерный проект фейбл легенд закрыли мне кажется что майкрософт поняла опять же сив надо понимать это по моему еще проект эпохи метрика то есть проект который долго шел вот типа а его долго пытались вымучили вымучивали пытались там вроде говорили что там вот облака ну что такое короче и вот мне кажется что майкрософт просто поняла что и по удар по репутации у них особенно среди core аудитории будет очень мощно если они сообщат о закрытии рэ представьте себе новость майкрософт закрывает рэ сколько статей про рэ сколько воспоминаний про рэ появится в сети сколько я буду аплодировать я скажу наконец-то спихивайте уже этот воняющий труп в море сколько разговоров понимаешь майкрософт испугалась вот именно вот этого все это же пора я сделала запасе кинект спорс была их последней игрой но общение делали кинект они собственно не то что рэ полетела в известную субстанцию мощная с после покупки мамкам после того как компания продалась майкрософту это очевидно полный провал был и то что после этого компании ничего более-менее выдающегося не сделала камера элемент софт пауа неплохой от них проект кстати ну так себе у него была проблема чтобы был стартовый perfect dog zero тоже не особо обошел а потом они испортили банджу козу и превратив его в неплохую игру но посвященную строительству машин ну вот этих вот транспортных средств таких что это было потом они да потом рэ поразил вирус кинекта и собственно они дальше шли вниз с аватарок еще это шанит создавали те страшно выглядящие аватарки значит такие вот сопливо слезлево вот более странных аватарок вообще было сложно себе представить аватарки в которых большие большие головы такие узенькие плечики и и такие гейские стоечки у каждой ты пытаешься создать хоть одну аватарку которая более-менее похожа на мужчину а тебе обязательно что-нибудь гейская стоечка такая в итоге получается большеголовый еще хлопает глазами да что за кошмар вообще был понятно что ребята пытались скопировать нинтендо стиль вот это вот но там же да вот этих ми-человечков но тем не менее теме человечки они просто как куколки стоят и не отсвечивают это же фигня вот этих вот таких забавных анимациях глаз на было анимациях вот именно двухмерных этих вот во выражении лиц так вот и мне кажется что microsoft просто испугалась того что на них какой ушат навоза на них польется если они закроют рэп поэтому они довели до ума see of thieves и мне кажется что в будущем рэп microsoft будет из рэп делать такой вот как это сказать загон болото для экспериментальных проектов они будут туда кидать две копейки типа делайте что-нибудь делайте вот они вот вот они сделали see of thieves потом вот этот see of thieves развивать долгое время возможно потом еще какой-нибудь экспериментальный проект выпустит потому что да понятно всем уже понятно что от ре осталось одно название что это уже не та студия которая сейчас может кто помнит чем было рэ вот сейчас вот если мы вдумаемся вот ну мы старики да которые помнят еще и по унес-нес да n64 вот эту то есть мы помним еще что это было за компания новое поколение что она вспомнит вот люди которые родились в в нулевых годах а это уже достаточно взрослые люди этим людям напомнят понимаешь напомнят когда появится заголовок microsoft закрывает рэ появится тонны статей на тему того что такое было рэ то есть мало того что старики некоторые что ах вы рэ убили начнут бузить так еще и к ним подключиться молодежь которая ухты оказывается они когда-то были пионерами революционерами там выпустили вот этот знаменитый голденай который до хейло по сути перевернул представление о словосочетании консольный шутер от первого лица это это был шок на тот момент это были выдающиеся игры данки кон то есть молодежь об этом вспомнит молодежь начнешь 5 сейчас это тоже интересно ну модно вот это вот ретро тематик когда вот это вот если эта новость бы появилась то просто бы microsoft бы никогда в жизни не отмылась и точнее от нас не знаю жизни громко не долгое время бы не отмылась это не закрытие line head которые собственно долгое время никогда давно никогда не была чем-то таким топовым прям уж совсем ну не делала игры которые вот рвали индустрию это не отмена скейлбаунда который ну даже platinum games проживет ничего себе не отмена скейлбаун скейлбаунд вот после отмены скейлбаунд они могли себе позволить закрывать все что угодно особенно после того как сразу за этим это студия platinum games выпускает нироутомата внезапненько да и одну из лучших игр прошлого года на проекта который типа японский это можно было стерпеть а вот закрытие именно закрытие студии которая нихрена не делала последние сколько 10-15 лет ну не 15 прошлое я так что я не думаю что это там отмазка я думаю что все-таки ну и честно говоря вот после данной игры я очень сильно сомневаюсь что игровое подразделение microsoft имеет в себе силы создать сколько-нибудь интересный большой крупный необычный проект игрой сиусе в сможем показала по крайней мере мне что она в играх ничего не понимает вот именно вся компания не понимает ничего в игровой индустрии как делать игры что нужно делать чтобы привлекать людей поэтому все их следующие проекты я жду не просто с большим опасением я просто вычеркиваю их из списка ожиданий потому что ну вот это позор вот то что они сейчас сделали за полную стоимость продавать незаконченную игру игру в которой есть зачатки идей но минимум их реализации это на самом деле страшно вот то что они сотворили сейчас но дальше будет интереснее поскольку sony не собирается останавливаться в этом году они выпускают вот наконец-то пойдут вот те анонсированные давным-давно эксклюзивы вскоре мы наконец-то увидим году фор и недавно состоялась презентация боже мой насколько году фор текущие сильнее мощнее интереснее выглядит всего того что microsoft запланировано по крайней мере сейчас до конца проблемах очевидных году форму вот при всех проблемах вот состоялась большая достаточно демонстрация демонстрация которая показала что до курс развития году фор серьезно изменился нам показали очень маленький кусочек мы не увидели толком ничего из-за последовательности того что будет дальше нам показали только одно оружие фактически только один вид врагов там усиленный такой ослабленный вариант еще показали вот это вот ведьма которая может и тролли да и тролль но это такие полубоссы как в прошлом году фори этом медуза была вот это уже какие мы там здоровяки вот что еще кооперативные взаимодействия мне очень понравилось как один пользователь нас на сайте написал авиантер его зовут и запарила в половине игра сонет таскать с собой по локациям то животину то дитё то бабу то еще хозаковой при этом обязательно будьте любезны полазить по скалам по подсаживать друг друга провести пяток унылых диалогов вот гадуфор современный строится ровно по этой же схеме по подсаживать полазить по скалам защите сыночка которого там схватил какой-нибудь монстр ну что я могу сказать я уже прошел все стадии по поводу нового году фор я уже отрицание ненависть торг что-то там еще и принять я уже точно не помню ну короче все эти пять стадий прошел и я согласен это другой году фор черт с ним это не тот кратас ну да ладно я не буду воспринимать его как того кратаса хорошо я собственно смотрел эту демонстрацию и на основании и ты знаешь я после демонстрации так градус ожидания игры так поубавил слегка потому что то что я увидел я увидел достаточно средний битым-ап то есть это не какой-то такой скоростной слэшер ну давай я начну с того что для меня гадуфор никогда не был каким-то вдающимся слэшером как в общем-то он и в принципе мне первая часть была больше похожи на зельду собственно яфи не скрывал что он делал брутальную зельду 2 это больше кинематографичное приключение третье что-то среднее между первой и второй по механике мое мнение неплохо но опять же как с сюжет сюжет это капец сюжет гадуфор 3 это да это пандора вот это да это это кошмар вот но опять же механику этом не считал чем-то выдающимся в том же никогда гадуфор для меня не был каким-то достойным конкурентом дмц или байонеты в вопросе механики не не для этого я играл в готов я в году фольгра в том числе для того чтобы вот герой врывается в толпу монстров начинает размахивать клинками хаоса там кого-то рвет на куски там кровь хлещет вот эти вот души вылетают которые в него потом да 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 который он потом в себя всасывает то есть вот это вот было круто было красиво в этот раз я увидел ну мое мнение средний такой вот битымап с акцентом вот когда по сути вот топор чуть ли не как кулак когда ты вот вот так вот с этим вот противником один на один дерешься тебе есть подсказки что вот там неподалеку атакуют тебя вот эти вот стрелочки и в общем то вот он их затюкивает вот эти но не совсем hell blade я бы ближе сказал не самые лучшие судя по трей ролику я повторяю судя по ролику такая вот аналог якудзе но не самый лучший потому что в якудзе вот знаешь оригинал в нулевой в кивами в якудзах времен ps3 в якудзе все-таки есть оговорки в этом вопросе именно есть ощущение когда ты вгрызаешься в толпу там начинаешь раздавать оплеухи там одет три человека в одну сторону падают четыре в другую ты там активируешь супер силу там бам добивание тут же там ногой какого-нибудь злодея топчешь там все это очень круто здесь вот этого нет бум-бум-бум-бум в принципе что-то похожее не hell blade я бы сказал что вид камеры камера находится ровно на той же позицию немножко так снизу за плечом за плечом и немножко ниже да не как резидент l4 ну возможно хоблэйт 2.0 все-таки хоблэйт там совсем простая механика здесь можно топор метать да ну есть усилители для топора то есть вот это вот самое главное здесь стоит учитывать что то что мы увидели во многом сказывается наше непонимание того как вот из этого элемента можно сделать интересную игру на протяжении 20-25 часов как нам объясняли понятно что наверняка здесь будет еще новое оружие понятно что будет больше разнообразие врагов понятно что будет больше загадок сюжетных каких-то сцен постановок то есть мы ничего этого к сожалению не видели и sony очень мало вот мне кажется маркетинговая компания данного году for она слишком уж упирает на недосказанность стоило немножко дать больше вариантов людям хотя бы показать хоть одного босса игра называется готов в скандинавской мифологии нам до сих пор не показали ни одного бога у меня кстати вопрос как в такой механике я буду очень рад если разработчики меня посырмят очень но у меня пока возникает вопрос и как в такой механике можно сделать битву с каким-то гигантским чудищем я напомню что одна из фишек боевой системы году for когда кратас прыгает по какому-нибудь колоссу понимаешь в чем фишка вот этих клинков хаоса они могли атаковать на большое расстояние постоянно то есть кратас мог стоять там на каком-нибудь куске здесь вот мог быть босс вот спаси донам например и он его могут добивать то есть это не было проблемой а вот в таком именно формате чуть ли не бокса не возникает вопросы как вообще можно реализовать идею битвы с большим монстром ну кроме как с тем же троллем где кратас просто вокруг него кувыркается и пытаясь косплеить соус возможно кстати авторы будут косплеить соус то есть собственно из идеи соус мелькают в этом году фори то есть будет выходить такой вот монстр относительно большой и ты будешь вокруг него танцевать пытаясь избивать но если соус была очень крутая боевая система именно такая вот тонко настроенная больше на файтинг похоже то здесь с этой вот битмаповской большей системой я не знаю как это будет работать но это это будут именно прыжки вот постановочная часть вот чем была предыдущая то в том числе круто если здесь не будет ничего такого но это будет в каком-то смысле обидно или все боевые или все сражения с боссами это будет вот аналог вот этого тролля мне будет обидно но опять же буду рад ошибаться я говорю потому что нам показали очень мало они показали фактически начало игры толком не показали завязки ну в сюжетном трейлере мягко говоря если вот сюжетный трейлер это завязка игры это мальчик и отец идут хоронить несут прах матери куда-то там и при этом убивая половину мехических жителей скандинавской мифологии девяти миров девяти миров но это очень странная завязка я бы сказал это то же самое как если бы братство кольца шло на гору на вулкана не для того чтобы сбросить кольцо всевластия да а для того чтобы посадить там цветочек чтобы показать соурону что мы пришли с миром то есть тоже так возникают возникают вопросы да то есть и нафига вот это опасное жуткое приключение рисковать жизнью вот ради того чтобы цветочек посадить в данном случае понимаешь истории то подобных игр они строятся на адской месте каратас всю жизнь вот все части если они косплеят last of us а кори балка говорил вроде в одном из интервью что для них за last of us это золотой стандарт вот сильно принесут в шеркву нет то в том же last of us было вполне логично и очень хорошо прописанная мотивация главного героя и собственно отлично прописанная завязка почему как бы джоэл должен был нести кто такая вот это вот девчонка и чем она так вот принципиально важна и почему собственно и надо жила очень нужно так сказать донести довести до туда до куда до куда ему было это надо сделать поэтому здесь вот это выглядит странно опять же пока рано говорить о как делать понятные какие-то выводы а 16-минутной демонстрации но мои какие-то опасения которые я боялся что боевая система будет так себе я в общем-то увидел ее так себе поэтому ну согласись красиво безвариант самое красивое пока это самая красивая игра этого опять же за счет даже не столько технологий сколько вот этого фирменного подхода к анимации когда вот когда противник хватает врага за глотку ты прям чувствуешь что вот его пальцы сминают вот эту вот гортань то есть именно вот взаимодействие одного героя с другим вот сделано вот просто классно классно это меняешь детализации то есть очень классная вот эта вот фишка проектов от sony когда они великолепно сочетают количество деталей анимацию и технологий на работа что авторы прорабатывают восприятие едва ли не каждой сцены даже динамической это очень круто это сейчас в общем-то никто не делает тут у меняешь презентационных презентационной части к графике и к какому-то такому ощущению вот эпичного приключения у меня году фор вопросов не было за пределами того за пределами странных идей при перезапуск в боевой системе были и после вот этой демонстрации у меня опасения к боевой системе не то чтобы не исчезли они даже слегка усилились будем рады ошибаться будем опять же нет я как я сказал 20 часов вот если нет то что у них есть вот то что они показали попробуют растянуть просто на 20 часов то это будет очевидный провал опять же но если там нам просто не показывают всего то это будет опять же я очень делаю большую ставку на вот этот дополнительный режим четвертую сложность give me god of war где будет враги с разными другими атаками возможно будет другой состав противников вот это будет очень интересно вот это вот 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 на это будет интересно посмотреть если это будет грамотно расскажи нам про еще один эксклюзив для playstation под названием якут за 6 стоит ли его покупать с фанатом жанра и не фанатом тоже о чем игра и чем она так тебе нравится именно сама серия якут за ну сама серия якут за нравится во первых что это вот такой вот японский проект про японцев для японцев с такими вот чисто азиатскими и убедительными фишками вот таких проектов сейчас очень и очень мало это великолепное изображение современной японии в таком ходе качестве потому что в якут за 6 наконец-то авторы перешли на движок нового поколения dragon engine да не прошло так сказать и сколько-то там лет уже вроде новое поколение маячит но японцы они известны тем что не всегда догоняют но в данном случае это с очень самобытный проект и он в принципе ты знаешь вот у него есть все что нужно фанату якут за и все что нужно для человеку который хочет отвлекательный боевик открытым мир там есть великолепный сюжет а это последняя глава где протагонистом является кирю казума дракон клана дадима он же главный герой всех основных номерных частей с первого по шестую включить вот это его как бы последнее выступление последняя гастроль вот в этой части он вновь выходит из тюрьмы чтобы в общем-то забыть забыть про всю эту юкудзу про всю эту хрень ему это все надоело он вообще хочет заниматься детским домом который он открыл и плевать на это все но нет приходится у него еще но как грудничок оказывается вот он там пытается выяснить почему мать сбила машиной все шо за фигня происходит вот но и опять же такой такой человек и он понимаешь может сколько угодно говорить что я просто гражданские просто гражданские оставьте меня в покое но понятное дело что его прошлое его в покое не оставляет в этой игре азиатские фишки очень интересная идея интересно раскрытая идея например с концепцией с этой вот политикой китая одна семья один ребенок и как она вылезла боком и как ее использовали преступники японская там есть китайская мафия все нормально там еще есть корейцы вот там еще есть вот такой вот список этих самых организаций юкудзу там такой-то альянс такой-то клан такое-то подразделение такого-то альянса такое-то семья такого-то подразделения такого-то альянса такая это семья такого-то семьи такого-то подразделения такого-то альянса все как надо в этом плане Якудза. Все отлично. Здесь очень большой акцент сделан на идее цикле жизни. Не зря игра называется как бы «Песень жизни» под заголовок у Якудзы 6. И взаимоотношения вот именно отцов и детей. Причем вот эту вот тему, знаешь, авторы вот берут так. Давайте мы вот так это покажем. А вот так, а вот так, а вот так, а вот так. Это очень интересно. И все вот это вот, с одной стороны, это вот эта тема, с другой стороны, это вот этот криминал мощнейший, как всегда. Все это вот очень мощно так закручивается в такой коктейль, когда ты в определенный момент... Стоп, стоп. Так, так. Это вот чувак из того. Этот мне сейчас объясняет мотивацию по поводу того заговора. Этот заговор выйдет вот в этом. Этот персонаж занимается вот этим. Ага, хорошо, понял. Пошли дальше. Так, все. Вроде все переварил. Ни хрена не переварил. Потом все еще сложнее начинается. Сюжет очень крутой. В этом в этот раз я вот это в обзоре отметил. И здесь можно повторить. Авторы там же не только в Токио, вот в этом знаменитом районе Камурочо, там еще есть городок из Хиросимы. Ну и в Японии, как и во многих других таких крупных странах, есть свои наречия в разных регионах. Вот в этом вот Хиросиме вроде есть свое наречие. И здесь не просто субтитры, а субтитры, которые пытаются передать это наречие. То есть там персонаж один говорит, ну это я не знаю, как бы это сравнить, как будто шотландец. Вот шотландский акцент, так вот проглатывание каких-то слогов, объединение, проглатывание предлогов, объединение слов в одной. Там, типа, что ты здесь делаешь? Вот идунхи, это может чуть ли не в два слова как-то быть объединено. Ты читаешь это все, думаешь, тихо-тихо, что ты имел в виду? Успокойся. Мало того, что русской локализации, конечно же, нету, кто бы сомневался. Да, и вот ты иногда такой, тихо-тихо-тихо, дайте собраться, дайте понять вообще о чем он говорит. При этом это же все там сюжет-то закручен, то есть ты должен не просто тупо прочитать, ты должен это осознать, понять, к чему этот персонаж везет, как это все влияет на глобальную картину, как это может все изменить твое представление об этом мире, как это может изменить его представление о каком-нибудь другом персонаже. То есть сюжет же классный, он реально. Вот я многими сценами, несмотря на такой их очень такие явные нотки глупости и пафоса, я этой игрой наслаждался сюжетом от начала до конца. Он мне очень понравился, именно Элинии Кири, новыми персонажами, появлением новых персонажей вот этими заговорами традиционными для серии, отличным дополнением в виде семейной вот этой вот тематики, опять же, не тупо вот пришитой боком, а именно вот грамотно интегрированный вот в эту вот идею криминального мира, взаимоотношения вот именно отцов и детей в рамках криминальной среды. Это очень круто здесь показано и это великолепно. Здесь вопросов нет. По боевой системе, ты знаешь, вопросы есть. Она не то чтобы плохая стала. Во-первых, ушли отправлены в урну боевые стили. Есть один стиль универсальный и ну мне не понравилось это тем, что прокачка очень простая, прокачка прокачка я заметил в большую часть именно знакомые приемы, причем они изначально заблокированы. Блин! Вот из-за этого в общем-то... на лавочку, помнишь? Вот что-то похожее, да. Вот периодически... Открыть способность. Я периодически, я когда только начал играть, Кирю мой тут ничего не умел делать, я начал вспоминать, да, если пролистывая этот список навыков, я да. В игре, кстати, пять видов опыта. Причем в системе прокачки есть прокачка на ускоренное получение каждого вида опыта. Причем там есть, например, ускоренная прокачка получения вида опыта номер один, еще более ускоренная прокачка опыта номер один, еще более, еще, то есть четыре ступени прокачки, ускоренной прокачки одного вида опыта, или пять ступеней, я уже не помню. То есть, ну она... Японцы мастерски затягивают. Да, японцы мастерски затягивают систему прокачки, это, к сожалению, проблема всей серии, здесь она очень явно видна. Еще мне не очень понравились там вот есть битвы с огромным количеством статин, ну это якудза или там бандитов, и вот нет ощущения, знаешь, династии овексов, когда вот ты врываешься, бум-бум-биш-бум, там все улетают, что-то похожее было в ноле в киване, где вот именно было ощущение драки, где ты прям, ну чуть ли не супергерой, из-за этого было легко, а даже на высокой сложности в этих драках. Здесь авторы попытались сделать сложность, и на высокой сложности у меня периодически подгорало, по той причине, что я вроде начинаю там бить нескольких противников, меня затюкивают со всех сторон, я умираю. Вот, в итоге я нарезал круги по арене, и там ждал, посмотрел, чтобы там от основной тусы отпочковалось 2-3 человека, и я их там быстренько так побил, и дальше побежал наворачивать круги, но это не очень, ну это еще там несколько... То есть не Нео против агентов Смитов? Не Нео против агентов Смитов, и опять же не Дайности Войрус, то есть они попытались здесь в сложности, моё мнение у них не очень получилось. Зато охрененная битва с боссами, знаешь, в предыдущих частях там была такая фишка, что у боссов было несколько полосок жизни. Одна, там, фиолетовая, желтая, оранжевая, красная, вот. Нет, здесь такого нет, здесь у всех боссов одна полоска жизни, и я прокачивал, например, атаку, и, ты знаешь, вот... Но по кругу. Нет. Нет. И одна полоска, и всё. И ты знаешь, битвы, я боссов убивал достаточно быстро, но при этом они меня регулярно убивали, но вот именно это был такой, знаешь, вот бой, когда вот ты вот каждую ошибку босса ловил, и уже ощущал, что, о, отбил чуть-чуть, ещё чуть-чуть, и не было ощущения, что так, первые минуты три, это, в общем-то, я его пилю. Вот. А потом уже что-то начинается интересно. Нет, здесь в этом плане всё очень хорошо. Ну, опять же, крутые мини-игры, чат вот этот вот, где реальные модели можно сделать так, чтобы они тебе что-нибудь показали, не то, чтобы прям всё показали, но, чтобы частично, так сказать, что-то показали. Вот. Офигенное второстепенное задание. Например, здесь есть задание, где на смартфон Кирю ставят помощника виртуального типа Siri, только помощника каждого из очень своенравных, которым-то чуть ли не подстраивает всякие происшествия. При этом говорит, если вы меня удалите, вы фактически означает, что вы меня убьёте. Как это? То есть такие вот разговоры есть. Офигенные там разговоры встречают такую девчонку-подростку, она говорит, я из будущего, я вообще перенесла своё сознание из будущего, из года там, в каком-то, в 2016 действии разворачивается, я из 2017 года перенесла в 2016 год. Кирю, ну скажи, что, что-нибудь интересное? Ну вот, есть всякие там новые смартфоны, ну как сейчас есть как бы. То есть вот, опять же, там, например, есть духи на кладбище появляются, думаешь, не понимаешь, что это такое. То есть вот такая, знаешь, именно вот офигенная безумие, если основная сюжетная линия, она не то, чтобы суперсерьёзная, там есть элемент шуток, таких пафосно-эпатажных моментов, но вот именно безумие такое придурочное, в самом лучшем смысле этого слова, такое вот придурочное безумие, оно вот в этих сайдмиссиях присутствует в полном объёме. В этом претензий нет. Графика шикарная. Хотя, мое мнение, знаешь, вот авторы слегка пошли по принципу Юнити, ну чуть-чуть, чуть-чуть, не как, не как в случае с Юнити, когда мир заменили на город. А пошли по принципу в том смысле, что... Assassin's Creed Юнити. Да, Assassin's Creed Юнити. А в том смысле, что график, они иногда вот вхитрили, графика в обмен на контент. То есть Камурочу, да, он вот прям шикарен, ты смотришь на него, вау, то есть такой вот Камурочу вот прям мечтал видеть в нулевой части, например. А вот здесь ты видишь его вот именно в таком следующем поколении. Вот этот городок в Хиросиме, он тоже классный, такой вот своеобразный, очень уютный, в отличие от Камурочу, который пафосный, такой с вывесками яркими. Но некоторых локаций нету, например, из предыдущих частей. Некоторые сюжетные локации, ну, куда ты бежишь и всех валишь, это такой вот набор серых коридоров одинаковых. То есть видно, что авторы хитрили, и видно, что авторы такой вот вывески не хватает. Ну, вы поймите, это шаг в следующее поколение. Мы будем это развивать. Отнеситесь к этому с пониманием. Ну, опять же, это игра, в которой можно провести часов 100, не меньше, я в этом не сомневаюсь. Это игра, в которой, если вам нравится просто сюжет, то это часов 15, немного относительно. Но, опять же, и боевая система не надоест, и вообще, в общем-то, игра и близко даже не утомит. Компания выверена шикарно. Шикарно. Ну, сайдмиссии чуть меньше, чем в нулевой части. В целом, по контенту, по соотношению количества качества, все-таки шестая уступает нулевой. Как минимум потому, что здесь нету второго играбельного персонажа, Гора Мадзима, который был в нулевой части. Здесь, кстати, Гора Мадзима вообще нету. Ну, никак вообще нет. Он появляется буквально в двух сценах, там, на общую экранную времени. В компании у него минута. К сожалению. Вот. Мадзима, увы, не наблюдается. Но это вся полностью история Кирио, его новых друзей, его там, каких-то вот попытки связать какие-то старые линии, закончить их. И в этом плане Якут за 6 великолеп. Всем, кому нравятся крутые боевики японские, вот, прям вот до мозга костей японские боевики в открытом мире с великолепным сюжетом Якут за 6 однозначно стоит брать. Неважно. Игра, если вы не играли в предыдущей части, там есть спецраздел воспоминания, где есть содержание всех пяти предыдущих частей. Это, опять же, это самодостаточная история, если ее рассматривать в отрыве от предыдущих частей, самодостаточная история такого вот уже немолодого бывшего Якутза, который хочет это все оставить, но у него не получается и который готов рано все ради вот именно своей семьи, пускай и не биологической. То есть там вот это вот очень интересно, очень показано, как биологические родители и те люди, которых вот, на самом деле, называют отцами, когда их воспитывали. То есть в этом плане тоже все классно. Поэтому Якутза шикарно. Шестая. Есть оговорки, но... А я в это время играл всю в Сифс. Слушай, я в одно время играл... Плыл на лодочке. Не пойми зачем, не пойми куда. Я в это время с Такеши Китана познакомился в Якутзе. Шестой. Там есть персонаж, которого играет Такеши Китан. Отличный, кстати, поцелуй. Напоследок, две новости. Как внезапно раскрылось, на Nintendo Switch инди-проекты продаются в среднем в 20 раз лучше, чем в Steam. Эту информацию с нами поделился Джим Стерлинг, известный блогер и независимый журналист, которого невозможно купить, потому что ему донатят пользователи, которым нравится его критическое мнение. Так вот, дело в том, что кризис в Steam это уже давным-давно не секрет, поскольку игр там выходят... Сколько там? Больше трехсот в неделю, да? Ну, 200 игр, по-моему, и 100 DLC, что-то такое. То есть невероятное какое-то количество. То есть это и количество игр, которые не может освоить просто ни один человек, даже если вы целенаправленно будете пытаться играть просто во все хорошее. Ну вот, опять же, учитывая накрутку статистики и прочее, вроде игра хорошая, потом оказывается не очень. Вот, дальше, после этой новости, ну, что тут стоит сказать? Да, Steam нужно всерьез задумываться над тем, чтобы каким-то образом модерировать контент, который к нему попадает, потому что в Steam почему люди покупают? Во-первых, это консоль, которую, в общем-то, люди покупают именно для таких вот прикольных, интересных... Switch. Switch и консоль, которую люди покупают, именно ради таких вот небольших, прикольных, интересных, увлекательных игрушек. Одиночных. Которые лаконично смотрятся на небольшом экране. То есть это игры, да, за которыми ты можешь проводить, а опять же, современные инди-проекты в массе своей, косплеят игры старые от Nintendo. То есть один в один. То есть, о, да это ж Metroidvania, о, да это ж попытка там повторить Дельду. Так отлично. Вот. Дальше. Что стоит рассказать? Сейчас же ползут слухи, неминуемые о том, что компания Activision 30 апреля выпустит ремастер Call of Duty Modern Warfare 2. По слухам, без мультиплеера. Так вот, да. По слухам то, что без мультиплеера. Когда вот эти слухи появились. И более того, некоторые люди видели диалог между разработчиками, который потом был удален, диалог в Твиттере, диалог, который был удален и в котором подтверждается то, что нет мультиплеера, у людей просто шок. Потому что для многих возвращение в мультиплеер просто Modern Warfare уже было большим сюрпризом и большим... То есть они за него были готовы простить Activision все, что угодно. Игра продавалась, на мой взгляд, неправильно. Продавать игру в комплекте с другой игрой непонятной, которая не понравилась многим. Потом, конечно, не выпустили ремастер Modern Warfare отдельно, но уже сколько месяцев-то прошло после этого. Сейчас они будут продавать эту игру отдельно, но без мультиплеера. А кому оно нафиг надо без мультиплеера? То есть над ремастером работает якобы какая-то посторонняя компания, то есть не внутренняя компания Activision, и без мультиплеера. Ну, понятно почему. Почему? Потому что компания Activision уже не надо, чтобы сегментировать количество поклонников Call of Duty по такому огромному страшному просто количеству игр. И в то же время им очень нужно перетягивать внимание на себя. Сейчас, по крайней мере, напомните себе. Почему? Потому что дела Call of Duty, несмотря на то, что в нее продолжают играть, игра продолжает продаваться, серия, в общем-то, неплохо себя чувствует на фоне остальных консольных серий. Ну, это фактически одна из немногих, которая осталась ежегодно. Если мы присмотримся, практически все фанаты Call of Duty, они ушли. То есть все ютуберы, ну, не все ютуберы, но очень многие ютуберы, стримеры отвернулись. Если раньше можно было заходить, там раз в неделю, там, о, какие-то прикольные игры, там, вот я бегаю. Сейчас такое ощущение, что это резко перестало быть всем интересным. И эта тревожная звоночка Activision должна что-то делать для того, чтобы вернуть хотя бы к себе внимание какое-то. Ну, она выпускает... Да, должно бы вернуть внимание к мультиплееру Call of Duty, выпускать компанию Call of Duty. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Пишите в комментариях, как вам CofSivs, как вы относитесь к компании Rare, помните ли вы о том, кто это такая, и благодарны ли вы Microsoft за то, что они продают, в принципе, условно-бесплатную игру, за такие огромные деньжищи, и вообще, одобряете ли вы подобную политику? Ну, кто любит серию Якутза, несомненно, должен пойти и приобрести Якутза 6, или хотя бы поставить пометочку, купить позже. В апреле, она ж в апреле выходит. Да, мы забыли, напомню, что Якутза 6 выходит 17 апреля. Как так-то? А, ну да, у нас же из головы выпадает, потому что у нас же игры присылают раньше времени, мы ж уже и в Far Cry играем. Эх, но ничего пока не можем вам о нем рассказать. Увы. Вот. Ну, собственно говоря, по роликам уже можно сделать более-менее законченное впечатление. Кстати, интересный вопрос, тоже к вам, дорогие друзья. Как вам новая презентация God of War? Ну, потому что очень много критики. С одной стороны, с другой стороны, очень много восторга. Вот. К какому лагерю принадлежите вы? Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось, если не понравилось, ставьте дизлайки. Как такое возможно, правда? Ну, и до скорых встреч. На следующей неделе обязательно увидимся. А будь прокляты строители, которые долбят этот дом уже, который месяц подряд не могли все сделать за одну неделю. Субтитры сделал DimaTorzok